Маргарита Скорина А сам Франциск вел холостую жизнь и все свободное время вкладывал в странное хобби. Переводил Библию на упрощенный церковнославянский язык. У переводчиков, когда это живые люди, а не Google Translate, есть свой святой покровитель Иероним Стридонский. Он в одиночку перевел Библию с еврейского и греческого оригинала на ноты. Как ему удалось работать столь продуктивно? Лайфхак святого Иеронима не понравится большинству переводчиков. Мудрому не следует жениться. Никто не может одинаково служить книгам и жене. Но отношения Франциска и Маргариты – это совсем не про мастера и Маргариту, не история любви, а брак по расчету. Она не муза, а богатая вдова. Он не писатель, а самозанятый, успешно собирающий донаты. Он не пишет, а просто переводит. Все чинно, благородно. Православные Литвы в то время подчинялись не Москве, а киевским митрополитам, которые по факту жили тут же в Вильнюсе. Поэтому просветительская деятельность Франциска была возможной, и он при этом не рисковал, что его сожгут как еретика или отправят на Соловки. В Москве сожгли только его книги. В Вильнюсе у Франциска родилось двое сыновей и две книги. Но вскоре Маргарита скоропостижно умерла, мастер уехал и больше не устал ни одной книги. Редактор субтитров А.Семкин